Девочки, Камила. Меня зовут Камила, я учусь в 7-м в классе. Мы назвали наш проект о спорте и жизни. У нас появилась идея сделать показательные выступления. То есть ученики нашей школы, спортсмены, они покажут свои умения. Это будут не соревнования, они покажут, что они могут. Мы решили также, что они проведут некоторые классы именно от нашей акции. Мы учеников, именно от учеников школы. Мы можем пригласить учеников, можем позвать зрителей, которые занимаются с нашими учениками. И образом, здесь более 100 людей, к спорти по другому решению. Я соседка из дома номер 71. А что я туда пойду? Это мне интересно. У меня старшая подруга тут такая со сперва. Она мне заварит тут забор, как это она обычно делает. Все-таки дай бог, ко мне не пришли. Только эти ученики, а как об этом узнает все наше активное сообщество? Вот Дима тоже хочет прийти, а он не ученик. А может быть, мы тогда расширим не учеников, а жителей. Вот, Замилочка, вот. Заменим слово учеников, слово жителей. Расскажем всем, что мы хотим рассказать о всех возможных видах спорта. Сделаем зоны для каждого вида спорта, да? Всех пригласим, кто чем занимается. Кто гимнастикой, кто-то бойбой, кто велосипедный спорт. Ну, вот все, что угодно. И устроим вот такой вот замечательный фестиваль. Согласны? Вот в такой. Когда будем делать? Ближе к великий ученик. Летом. Все будут на пляже, но мы все равно будем защищать детей, да? Хорошо. Все услышали? Аплодисменты. Вот вторая группа. Молодцы. Илья, Юлия, Игорь предлагают, и наша команда, группа, предлагают провести в течение года нон-стоп окружной спортивный фестиваль. Это, то есть, как вы это представили? Летом, зимой, осенью, весной, неважно, в какую погоду, можно сделать различные зоны, различные площадки. Если это зима, то это можно лыжить, соревнования. Можно спартакиады, можно какая-то выставка, допустим, просмотр, мама, папа, я дружная семья или здоровая семья. Можно сделать туда мастер-классы, которые предлагают, допустим, ребята делают анкетирование. Опросы с нашей школы. Кто может показать мастер-класс из наших ребят, да? И проводят. Даже лыжняк, гид-хоптинг, танцы бальны, там, неважно, любой вид спорта можно взять, да? Роликов или летом нет, да? Велосипеды. Если это, допустим, выходить на область, то можно приглашать к нам и проводить мастер-классы, неважно, это природа или где-то будут какие-то площадки рядом со школой, да? А я, областные спортсмены, у нас был Шмиленко недавно, то есть вот такие вот мероприятия массовые, где можно ребят подключать, где можно нас подключать, учителей и жителей рядом. А я бабушкой семьдесят, я делаю вам много. А мы, бабушка, мы сделаем ей ё-моу, релакс! А я хочу заниматься скандинавской ходьбой. Почему мы нет? Нет, мы предлагаем устроить мастер-класс сначала с лучшими птили шпалочками, допустим, изначально по периметру школы. У нас все равно есть, не важно, даже если у нас нет асфальта крутого и классного, у нас есть в любом случае асфальт вокруг школы. Асфальт из земля! Да, и бабушки мы купим, у нас есть палочки, простите, у бабушки ходим, подарим, как ходят с тобой с ним, и собачка рядом. Так, собачка, она гадит. А, сейчас экология будет против собачки, да? Нет, нет, нет. Значит, я так полагаю, что форма про идею, Возвращение достаточно понятно, но здесь еще доработать нужно. Зимой раз-два-три, весной раз-два-три, летом раз-два все уехали на юг, и осенью мы приехали раз-два, да? Вот ряд мероприятий надо проработать, и кого куда пригласить, и какая направленность она должна быть. Мы предлагаем даже сейчас, то есть еще у нас зима, конец февраля. То есть мы сегодня не уходим, а мы будем сейчас. Можно сделать маленький класс по лыжному виду спорта, у нас хорошая лыжня сама и спробовала. Вот, лыжи есть, кто-то из дома... Мальчики, вы на лыжню идете? Обязательно. Третья группа из «Вскусства». Третья группа из «Вскусства». Третья группа из «Вскусства». Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok У-у-у! Ну, так, внимание, праздник к нам пришел, праздник к нам приходит. Мы, конечно, так писать не умеем, но у нас есть мероприятие для бабушки секс первого дома. Я дождалась! Она первая, она придет, там, что-то работать. Весь дом идет! Да, да. И для искусства, и для спорта, и для досуга, и для экологии, конечно же, в том числе, мы предлагаем одно общее мероприятие. Ввиду, приближающегося праздника Масленицы, мы предлагаем ее провести. Итак, мы предлагаем сделать... я забыла... праздник по станциям. Итак, первая станция, Татьяна. Первая станция будет называться самоварная. Тогда в состав нее будет ходить, значит, стол, чайный, самовар обязательно, бабушки, да, самовар, длинные, и все-все-все, все, что помогает намасленицам. Это все сразу обговаривается в общих весельях. Все желающие и возможные. Дальше. Следующая станция театральная. Театральная, музыкальная, постановочная, познавательная. Здесь можно какие-то маленькие сцены театральные, какие-то... песни под баян. Тоже, да, 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 да. Какой-то фольклор и прочее, да? Следующая, конкурсы. Конкурсы это такие, конечно, интеллектуальные. Это все будет... А где там бить за этими? А сейчас пришла. Ну, там просто логику вызови еще потом, да? Да. Не-не, это хорошо. Фольклора все это будет, народного. Бабушка, я с первого дома не убью книжку. Спортивная. Вот здесь у нас битье подушками, лазание по этому столбу. Катание на самках. На санях. На лошадях. На санях. На лошадях. Тройка. На санях. Да. Центральная станция. Самая главная. Главная. Заключительная. Она включает себя. Чучело. И тюрьмение его. Все это будет сопровождаться... Противопожарным. Противопожарным. Да. Но здесь будет обязательно получено наличие противопожарных. Противопожарных. Так это же на улице, не в школе. А все равно должно быть. Мы их предвосхищаем. Маленькие. Все. Позвать. 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 СМИ. Позвать. 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 Позвать.